пока у меня выдалось тут часик свободного времени как говорится на бассейне решил рассказать бюджете вообще поездки на таиланд потому что многие напуганы либо своим опытом либо опытом знакомых стоит настолько дорого даже не знаю съездить в крым на тамань сейчас это выйдет те же самые деньги а то может быть даже и дороже если подходить грамотные с умом вот если ехать зимовать спасаться от зимы без визы на месяц потом с возможностью продления еще на месяц если визу оформить двухмесячную то еще на месяц можно продлить то есть от двух до трех месяцев можно беспроблемно зимовать самые холодные месяцы в россии это пускай будет ноябрь декабрь январь ну расчеты проведем на месяц все что касается срока выше то естественно удельное больше срок будет дешевле потому что очень дорогие получаются билеты и все услуги товары жилье все это чем длительнее тем дешевле удельно на день из чего состоят траты первое основные это билеты до бангкока обратно билеты если брать ловить потому что пересадка где-нибудь новосибирске или в иркутске если с фиксированной датой можно туда сюда взять за 25 тысяч рублей на человека если брать в один конец и не фиксировать дату обратного отъезда то это 20 20 то это 15 тысяч рублей с человека ну в крайнем случае там 16 и обратно можно либо тупо взять тоже за 15 16 тысяч без скидок билет либо там можно поймать скидочные когда компания не забивает какой-то рейс и продает за любые деньги билеты я лично видел за семь с копейками тысяч рублей билеты с пхукета и за 11 тысяч рублей билет с бангока но дата мне не показалось для меня удобные я как-то его пустил но из бангока а без ажиотажа можно взять за 15 вообще легко билет грубо говоря если не заморачиваться там ожиданием скидочных билетов то туда-сюда на человека 30 тысяч считаем там на пару то есть 60 тысяч билета на два человека туда-сюда дальше жилье если в тур зоне наверное от 15 тысяч бат то есть от 30 тысяч рублей но то на месяц но если подальше от тур зоны поселиться люди живут и за 10 11 тысяч бат то есть ну там 20 25 ну берем больше туристическую зону пускай будет 30 тысяч рублей то есть у нас уже набегает с жильем 90 тысяч рублей на месяц вот питание если не мажорить лобстеров не жрать то 100 рублей прием пищи можно всегда найти три раза пускай посчитаем 300 рублей на двоих 600 рублей 600 на 30 18 тысяч ну пусть будет 20 получается 110 тысяч дальше бухлишко допустим в обухаете ну и непривередливы там какому-то блю лейблу под лобстера то можно пить местные виски они его называют но по вкусу больше похоже на чачу купить супермаркете можно бутылку 06 за там бат 80 что ли она стоит вот 160 рублей пропускай там по дороже купили там за 200 ну оба вы допустим сильно жрущие пьющие 400 рублей вы пробухали в день на 30 12 тысяч он там как раз было 18 я до округлил то есть получается 30 90 120 тысяч бухлишком и едой ну и последний бюджет это перемещение такси конечно дорого по потайе вроде как от 100 до 300 бат зависимости от удаленной вести общественный транспорт 10 20 рублей это пикап чеки ходит прыг в кузовок 10 бат отдал на выходе и все туда-сюда скатались там куда-нибудь на волкин стрит обратно 40 на 2 80 рублей в день потратили но это не берем если почему не берем потому что оптимальнее взять скутер если брать в тупую ненадолго то обычный ценник для туристов это 300 бат в день но если турист прошаренный то для него будет 200 это на короткий срок на длительный дешевле если брать не в тур зоне там местных поспрашивать где лучше то можно найти за полторы 2000 бат на целый месяц скутер выпускаю вам там с бензином выйдет 3000 бат это 6000 рублей но плюс общественный транспорт плюс автобус бангока сюда и потом отсюда в бангок ну на транспорт заложим там паром куда-нибудь там 30 бат в одну сторону на любой остров там ну не на любой там на каланг 30 бат на другой остров штук 6 а там в общем на транспорт если не мажорить можно заложить 10 человек получается у нас 130 тысяч но хорошо еще помимо 130 тысяч еще ну 20000 на всякие там подарки домой где-то что-то взяли заплатили но грубо говоря на месяц вышло 150 тысяч на месяц а теперь попытайтесь за эти 150 тысяч съездить на месяц крым я посмотрю все что больше потратит из расчета на двоих человек конечно но и в заключении что нужно с собой вообще иметь в таиланд и модиум активированный уголь обязательно дальше уколы если вдруг есть какие-то хронические болячки здесь в аптеках их просто напросто не купить отправить в больницу там будут колоть под наблюдением врача геморрно и дорого дальше никогда не нужно брать с собой вообще никакой чемодан одну-две запасные футболки ну там запасные шорты все не надо здесь одежда стоит копейки нормальный хлопок не хлопок что все что угодно здесь можно купить там за 2000 рублей полностью комплексе на неделю одежды и стирать его по необходимости захотите обратно ее увезти чемодан можно купить тысячи за полторы рублей в супермаркете то есть ну не чемодан тащить не рюкзак собрали и нормально если есть какой-то туристический бзик очень желательно взять маленькую палатку с собой можно ночевать там на острове допустим в палатке где-нибудь и палатка не нужна от холода никакого палатка нужна от комаров и если вдруг от дождя все но если найти палатку который весит килограмм полтора коврики можно не брать мешки не брать просто как укрытие с собой будет полтора килограмма не утянут если не брать с собой три пары обуви 50 футболок штаны там пять штук еще что то все это не нужно